Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 16 июля, Православная Церковь совершает память священномученика Антония Быстрова, архиепископ Архангельского. Архиепископ Антоний в миру Николай Михайлович Быстров родился 11 октября 1858 года в селе Нюба Сольвычегодского уезда Вологодской губернии. Будущий архипасторь окончил Вологодскую духовную семинарию. Женился. В 1882 году был уркоположен священника. Авдовев отец Николай в 1888 году принял монашеский постриг с именем Антоний и дальнейшее его служение Богу продолжилось в монастырях Вологодской епархии. 17 января 1910 года была совершена его хиротония воепископа Вельского векаря Вологодской епархии. В марте 1921 года владыка Антоний стал епископом архангельским и холмогорским. Его предшественник епископ Павел Павловский был заключен на длительный срок в тюрьму по приговору московского рефтрибунала как один из руководителя Архангельского союза духовенства и мирян. Это были трудные годы. Церкви наметился раскол. Вспых внушая гражданская война захлебнулась людской кровью. Свергнутая кое-где советская власть вновь стала утверждаться, в том числе и на земле Архангельской. Следы этого утверждения обозначились расстрелами ею недовольных концлагерями и лагерями принудительных работ. Сердце владыки сжималось от боли к этим страдальцам. Не раздумывая, он начал помогать в темницах сущим. Организовал нечто вроде кассы взаимопомощи для духовенства и монашествующих из числа ссыльных и заключенных. Нуждающимся оказывалась помощь деньгами, продуктами питания. Каждый приход выносил свою лепту в благое дело. Горячо откликнулись православная Архангельская епархия на воззвание святейшего патриарха Тихона помочь голодающим. Преосвященный Антоний нашел такие слова для своей паствы, что переводы с пометкой для голодающих по Волжье пошли от церквей в монастыре Архангельской епархии не только на его имя, но и самому патриарху. Чуть больше полугода прошло с тех пор, как епископ Антоний возглавил Архангельскую кафедру, а уже был взят властями на заметку. 27 декабря 1922 года владыка Антоний был выслан в Нарымский край на три года. Наказание архангельский архипастырь отбыл полностью без скидки на сан и свой 67-летний возраст. В начале 1926 года епископ Антоний возвратился в свою епархию и сразу же принялся за продолжение того благого дела, которое было прервано ссылкой. Монахини и прихожане в церквях вновь начинают сбор денег для заключенных. Масло, крупы, муки, одежды. Его квартира стала тем местом, где пребывавшее ссылку духовенства, могло получить деньги, продукты питания, одежду. Отсюда из квартиры епископа в канцлагеря регулярно отправлялись посылки письма, денежные переводы. 7 октября 1926 года владыков вновь арестовали, обвинив в том, что он возглавил контрреволюционную группу архангельского духовенства и эмирян, стоящую на платформе неповиновения советской власти. Через некоторое время из тюрьмы его освободили, поскольку благодаря его преклонного возраста не может уклониться от следствия и суда. 4 февраля 1927 года особое совещание коллеги ОГПУ вынесло решение прекратить дело, так как очень многие заступались за епископа. Вскоре епископ Антоний получил указ из Священного Синода о возведении в сан архиепископа всего Северного края, в который кроме Архангельской губернии входили еще Вологодская, Северодвинская губерния и автономная область Коми. 4 декабря 1930 года состоялось чаепитие в праздник «Введение в охран Пресвятой Богородицы». Вместе с Владыкой разделили праздничную трапезу ссыльные епископы Иннокентий Тихонов, Тихон Шарапов, весь клир церкви, все ссыльные священники, кто был на богослужении. Не знал Владыка, что эта праздничная трапеза в его жизни последняя, как и Рождество и Крещение того года. Арестовали его 23 января 1931 года. Плохое питание, вопиющая антисанитария подорвали и без того слабое здоровье архипастыря. 16 июля 1931 года врач тюремной больницы констатировал наступление смерти. Тюремная камера стала последним пристанищем архиепископа Антония Быстрого. Тело было предано земле на Вологодском кладбище. Спустя некоторое время Владыка был перезахоронен на Ильинском кладбище, как свидетельствовала народная молва со всеми почестями, какие смогли оказать в ту тяжкую годину любимому архипастырю. Дорогие братья и сегодня также совершается память святых, мученика Иоакин Фаримского, празднуется перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и вся России чудотворца, преподобных Анатолия Печерского в ближних пещерах и Анатолия Печерского затворника в дальних пещерах. Благоверных князей Василия и Константина Ярославских, святителя Василия-эпископа Рязанского, преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских, блаженного Иоанна Христа ради Юродивого Московского, преподобного Никодима Кожиезерского, мучеников Дядь Дима, Евлампия Асклепиадота и мученицы Галендухи, мучеников Мокия и Марка, преподобного Александра Константинопольского, обители неусыпающих первого начальника. Святителя Анатолия, патриарха Константинопольского, празднуется обретение мощей исповедника Сильвестра Ольшевского, архиепископа Омского. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем те заименитства. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.